Пас назад. Сейчас Бельгия отошла в оборону. Первые пять минут второго тайма полностью за Тунисом. Спокойный темп в исполнении бельгийцев. А вот теперь Азар. Выход один на один. Азар! 4-1! Мгновенно они взрываются. И Дэн Азар оформляет дубль. Какое индивидуальное мастерство. Вроде бы запустились глубоко назад. Вроде бы опасности никакой не было. Одно ускорение. Передача за спину. Ну и, конечно же, феноменальная техника Эдена Азара. Давайте смотреть повтор. Вот она. Обсайда нет. Обработка грудью. Себе на ход. Обыгрывает вратаря. Устоял на ногах. И слева уже в пустые ворота. 4-1! Посмотрите. Принял на грудь. Посмотрел на вратаря. И как же технично. Он сейчас его перебросил. Какое спокойствие. Какое исполнительское мастерство. Многие бы просто закрыли глаза и били в угол. Нет! Он уверен в себе. Он обыгрывает и забивает в пустые ворота. Эден Азар. 4-1! Когда-то мне довелось встретиться с Эденом Азаром. Когда он еще играл за Лиль. Я с ним буквально несколькими словами смел перекинуться. Я сказал ему. Эден, мне кажется, ты когда-нибудь получишь золотой мяч. Он засмеялся и сказал. Только никому не говори. Наверняка Роберто Мартинес позволит нам и вам, уважаемые телезрители, увидеть еще нескольких футболистов сборной Бельгии в действии. Очень любопытно посмотреть, например, на взаимодействие братьев Азаров. Тарган Азар в запасе. Он умеет тоже делать вот такие вещи, как Эден. Которого, кстати, почти сбил голкипер Фаруд Бен Мустафа. Но все-таки Азар устоял. Вообще у них очень футбольная семья. Есть еще два брата. Кильян и Этаан. Оба тоже играют в футбол. Кильян и Этаан.